это видео про очень талантливого человека возьмите же у него и этот талант и отдайте тому у кого 10 талантов ибо у кого есть тому еще будет дано и дано в изобилии а у кого нет у того будет взято и то что есть у него не могу не вспомнить что в древней греции талантом называли единицу измерения переменного веса в зависимости от места и времени например в афинах один талант равнялся 6000 динариев 25 лет работы 25 лет работы ну что же талант это больше чем подарок это дар и единственная наша заслуга здесь может быть в том что мы с ним сделаем закопаем его расточим или приумножим превратим в навык и используем для достижения наших целей а что об этом думаете напишите в комментариях бонджорно вы опять в италии с мариной маги сегодняшний исторический персонаж это лучший пример притчи о талантах он все их использовал и приумножил марьяно фортуни и мадрасо не хватит пальцев чтобы сочетать все его таланты художник декоратор гравер переплетчик скульптор фотограф архитектор он посвятил себя также сценографии светотехники и прикладному искусству боже сколько талантов в одном человеке не зря его называют леонардо да винчи моды марьяно большой изобретатель и великий создатель моды прекрасной эпохи конца девятнадцатого и на самого начала двадцатого века чтобы вы поняли в какой исторический момент он жил скажу только одно что тогда изобрели электрическое освещение радио автомобиль и конечно же кино а также начали пастеризовать пищу но поскольку эту историю рассказываю я вы конечно уже поняли что марьяно фортуни жил в италии а точнее правильно в венеции если бы можно было выбирать когда и где родить вы бы где родились я предпочла бы именно венецию конца девятнадцатого века хотя париж тоже приняла бы во внимание но это другая история но почему всегда хочется туда где нас нет ну что же жил он в италии а родился в испании может быть кто-то уже понял по фамилии а точнее в гранаде 11 мая 1871 года в семье художник его отцом был известнейший каталонский художник и гравер марьяно фортуни и марсал вот это был настоящий талантливый художник его живописные работы сильно повлияли на вкус и обычаи второй половины девятнадцатого века он добился больших успехов и международной известности накопил огромное состояние и даже владел княжеской резиденции вилла джулия в риме мать сесилия де мадрасо происходило также из творческой семьи ее отец и дедушка были также довольно известными художниками к сожалению в возрасте 36 лет отец марианна скоропостижно скончался от малярийной лихорадки и тогда мать вместе с марианна которому было три года и его сестрой переехала в париж и именно здесь во французской столице он впервые прикоснулся к живопись в париже он брал уроки живописи у самого известного живописца и гравера конца девятнадцатого века одного из самых любимых портретистов британской аристократии бенджамин констан а уроки скульптуры в ателье родена а вот здесь и расшифровывать не надо здесь и раскрылся его художественный талант 18 лет семья переехала в венецию где поселилась в палаццо martinengo а позже фортуни открыл свою мастерскую на крыше в тогдашнем палаццо пейзару орфей в венеции как и в любом прекрасном городе очень много исторических зданий некоторые из них превращены в роскошные отели другие это частные дома а третье стали музеями и вот 9 мая 2022 года после длительной реставрации именно в этом здании палаццо пейзаро дель орфей вновь открылся музей фортуни частично пострадавший после большой воды 2019 года когда вода вышла из каналов и капитально затопило город я посетила его специально для вас палаццо пейзаро восходит к 15 веку и выделяется своим величием на кампо сан бене кампо это такая маленькая площадь с одной стороны церковь а вокруг дома здание было построено для очень богатой семьи патриция пейзаро которая жила там до второй половины восемнадцатого века а имя дель орфей прибавили из-за филармоники дель орфей которая там размещалась здание не выходит на большой канал но 20 шагов по маленькому переулку и у вас захватит дух от того что вы увидите в 28 лет юный отпрыск знатного рода фортуни и мадраса переедет туда со своей женой генриеттой негрин с которой он познакомился в париже в 1897 году и вскоре превратит его в ателье живописи фотографии сценографии моды и дизайна которая посещала самая изысканная международная публика того времени когда мариана фортуни привлеченный его архитектурной красотой впервые попал в здание оно находилось в состоянии ветхости и упадка и было разделено на частные квартиры различные ассоциации музыкальные школы и полиграфические лаборатории с годами он приобрел весь дом и начал работу по восстановлению здания он освобождал квартиры перестраивал комнаты сносил перегородки и надстройки восстанавливая баланс и пропорции в венеции мариана оставался до конца своей творческой карьеры несмотря на частные поездки за границу современное определение художника недостаточно для того чтобы описать его любовь к живописи он сам изготавливал краски и красители а также кисти которыми рисовал он был художником эклектиком ему нравилось создавать цельную образную культуру именно поэтому он работал в разных сферах в театре в декоре тканях и моде именно поэтому его называли леонардо да винчи моды безоговорочная поддержка генриетты сыграла ключевую роль в творческом процветании марианну но кроме жены ему повезло также и с семьей он унаследовал от нее старинные коллекции которые постоянно изучал ему все было интересно вот поистине волшебное слово любопытство он также систематически изучал древние современные методы печати цветов и сырья это позволило ему постоянно экспериментировать с различными сочетаниями пигмент получая новые неповторимые хроматический эффект вместе с генриеттой они тщательно изучали старинные ткани и экспериментировали с новыми типами тканей фортуни был восхищен новаторским духом поле пуаре это парижский модельер влиятельнейшая фигура в мире моды первой четверти 20 века его заслуги перед модой приравниваются к вкладу пикассо в искусство я не могла не упомянуть этот талант так вот фортуни развил в своих работах его концепции свободы и движения но главное он все пропускал через личное видение обычаев прошлых цивилизаций особенно греческой это очень важный момент в его творчестве вдохновленные украшениями вас минойской цивилизации он создал кнос это очень просто имя греческое а на самом деле это очень легкие ткани украшенные впечатляющими мотивами мотивы были взяты из ренессанса и барокко а также из восточных мотивов персидских мавританских помните я уже упоминала об этом видео про кино вино и отель эксельсер он также использовал кнос для изготовления театральных костюмов которые носили известные артисты например такие как танцовщица матахари кроме греции он был также вдохновлен японии и в своей венецианской лаборатории в палаццо пезеро вместе с женой генретой он экспериментировал с древней японской техникой катагами перерабатывая ее до получения новой системы трафаретной печати получая сложные эффекты даже на простых тканях имитируя парчу и другие драгоценные ткани с золотыми нитями еще немного о греции марианну любил изучать древнегреческие скульптуры а в 1906 году были найдены фрагменты древнегреческих тканей и это вдохновило его к созданию дельфос элегантного платья вдохновленного архаичным образом греческой скульптуры знаменитой герры самоской этого перевода в камень умозрительного образа а также бронзовыми работами такими как возничий дельфы и так туника дельфос это плессированная шелковая туника очень простой формы длинная до земли платье футляр цилиндрической формы состоящая из четырех листов вырезанных прямо и сшитых вдоль листы прямоугольной формы расширяются кверху образуя рукава иногда он украшал дельфос поясом с муранскими бусинами с острова мурана в венеции где делают знаменитые вазы и люстры мурану а для выделения плеч и рукавов он вставлял плетеные шнуры это платье представляло собой радикальное новшество в женской одежде потому что было чрезвычайно удобно и в то же время элегантно без бюста и просто в изготовлении а выбор тканей был очень изысканным шелк атлас тофта с широкой цветовой гаммой от самых нейтральных оттенков таких как серый и бежевый до ярких розовых красных синих зеленых и пурпурных оттенков дамы из высшего общества особенно более эксцентричные интеллектуальные обожали этот вид одежды столь новый и нетрадиционный сара бернар и леонора дузе также знаменитая танцовщица айсидора дункан для которой тело было средством выражения ее независимой души айсидора дункан была красива и дерзка возможно даже слишком раскрепощена для той эпохи в которую она жила платье дельфос в которой одел ее марьяна фортуни искусно подчеркивала ее изящные формы и плавную подвижность также с большим удовольствием его носила русская балерина анна павлова которая никогда не пренебрегала практическим аспектом своей одежды она носила все с естественной элегантность от платьев прекрасной эпохи и туник дельфо марьяно фортуни до мужских композиций коко шанель все были без ума от этого стиля даже героини рожденные воображением писателей таких как женские образы габриэли да нунцо во франческо до римени и марселя прусто в 1909 году фортуни запатентовал эту новую концепцию плессировки легких тканей которая потом вернется к нам через 80 лет после этого в коллекции японского модельера и дизайнера яси миаке в отличие от марьяно он будет сначала создавать модель а потом уже ее плессировать а также будет использовать вместо стопроцентного шелка стопроцентный полиэстер кроме театральных костюмов для да нунцо марьяно фортуни создал также декорации костюмы для мировой премьеры тристана и изольды в миланском театре ла скала в то же время начала формироваться его идея купола талант любит свет это была сложная система освещения которая освободит театральную сценографию от жестких традиционных установок за счет использования непрямого и рассеянного света фортуни произвел настоящую революцию в сценическом освещении парижская театральная среда от адольфа пиа до сары бернар была в восторге от него но настоящая революция его сценического мастерства нашла полное применение под покровительством графини де берд марьяно оборудовал между 1903 и 1906 годами частный театр графини своей интегрированной и обновленной купольной системой непрямой свет проекция цветного неба и облаков вот слава система фортуни находит применение в крупных немецких театрах и здесь к нему приходит мировое признание в 1911 году фортуни выставляет свои ткани в музее декоративного искусства в париже а затем открывает в париже свой бутик после чего открывает филиал в лондоне и мадриде и наконец в 1929 году открывает филиал в нью-йорке двадцатые тридцатые годы были для него и генриетты настоящим волшебством среди его клиентов была также маркиза луиза казати одна из самых экстравагантных фигур того времени помните та которая говорила я хочу быть живым произведением искусства марьяно фортуни работал много как дизайнер интерьеров и обставил некоторые важные дома не буду утомлять вас множеством имен известных личностей своего времени приведу только один интересный пример чтобы вы поняли уровень его клиентов это дом консуэлло вандербильд в стиле модерн и арт-деко это была представительница семьи миллионеров вандербильдов которая вышла замуж за двоюродного брата черчилля самая богатая невеста викторианского времени также карточный зал нового отеля эксельсиор но не в венеции а в париже марьяно фортуни зарегистрировал приготовьтесь более 50 патентов как изобретатель а также был представлен как художник на всех венецианских биеннале до 1942 года фортуни умер в возрасте 78 лет в своем венецианском доме палаццо пейзаро орфей 2 мая 1949 года который позже в 1956 году был подарен его вдовой генрие тенигрин городу венеция я побывала в этом музее для вас но вы обязательно посетите музей фортуни когда будете в венеции билет недорогой а удовольствие незабываемое и еще не забывайте что правильно произносить именно фортуни потому что это испанская фамилия художник был похоронен на кладбище в ирану в риме рядом со своим прославленным отцом марьяно фортуни и марсалем но я еще обязательно вернусь в его музей потому что для меня он давно уже стал источником вдохновения и совершенствования а может быть теперь им будет немножко тоже для вас мы начали нашу беседу с разговора о таланте и я хочу добавить еще только одну интересную на мой взгляд вещь если углубиться в расчеты то можно посчитать что при сегодняшней средней зарплате в италии около 30 тысяч в год умножив их на 25 лет мы получим что один талант на сегодняшний день это 750 тысяч евро что я хочу этим сказать а то что независимо от того сколько у вас талантов один или пять не забывайте использовать их с пользой и не впадайте в депрессию сравнивая себя с другими используйте работу других для вдохновения а с вами была марина маджи и если вы досмотрели это видео до конца так значит нам интересно было вместе а я могу узнать об этом только если вы подпишитесь на канал и поддержите этот маленький мостик который связывает нас с вами а я желаю вам удачи и до новой встречи